Ловля карпа на фидер 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 Вкусно пахнущую. Очень вкусно пахнущую. Смешал, чтобы сделать такой цвет более темненький, чтобы не было яркое. Смешал карповую. Полкилограмма карповой и полкилограмма плотвейной прикормки. Вот получилась такая нежно-коричневая, хорошая. Много влаги употребляющая. Я ее уже добавляю и добавляю. Сейчас будет хорошо. Значит, мы будем ловить традициональная насадка платных прудов. Карповых прудов. Скажем, будем говорить так, карповых прудов. Опарыш кукурузы. Соответственно, чуть-чуть кукурузы добавляем. Ну и чуть-чуть, так как я люблю ловить опарыша, чуть-чуть мелкого. Ну, не будем его назвать кормовым, но мелкого опарыша под названием пинка. Но специально я брал одноцветного такого. Это тоже, чуть-чуть. Вот все мы это. И смотрите, что он такой выглядит полудохлый. Он просто в телефоновом мешке и в холодильник ехал. Между прочим, когда хотите ехать какое-то побольше, большое расстояние и берете, покупаете опарыша на развес. Можно делать такой трюк. Его в телефоновом пакете, чуть-чуть дать воздуху и в холодильник. Ну, в какой-то холодильник, сумку где-то он засыпает. Во-первых, его надо в холодильнике как бы остудить, он ближе к нулю, он засыпает. И его в такой стадии можно перевозить очень долго и далеко. Мы тоже по два дня не вынимая из мешка и в Швеции брали с собой. Потом вот вы спускаете какую-то посуду, он на воздухе очень быстренько отходит. Вот у нас такая вот красивая прикормка. Как бы ничего слишком много, чуть-чуть кукурузки, чуть-чуть опарыша. Я всегда в карповых прудах, когда нет народа, стараюсь ловить довольно-таки на близкой дистанции. Особенно по вечерам или утрам, когда первые приезжаешь. Когда народ ловит, остатки прикормки и остатки насадки высыпаются в берег. Никто не старается их высыпать там. И очень часто мы ждем карпа там 20-30 метров от берега, а он вообще ходит у самых ног. Особенно, когда вот нормальный пруд, он глубина там полтора-два метра, ну дальше, а здесь какой-то метр. И карп в бунтной воде, он подходит, он вообще к ногам может. Ты тихо сидишь, смотришь, бунт, уже квостик появился, еще что-то. Это в идеальном случае, но мы надеемся, что у нас процесс подойдет близко к идеальному. Так что я сейчас поищу какую-то кормушку, посмотрю, что мы сели с подветренной стороны, что очень удобно. Вообще в прудах, что хорошо, в речках, где там вот место, когда есть такое, ты должен сидеть там, где ты должен сидеть. Там, где ты сидишь. А в пруду, в пруду можешь все-таки пруду, если я такой, ну такой, как здесь, почти везде твердый берег, выкосено красиво, всегда ты можешь сесть, где ты хочешь. Карпики здесь как бы такие, ну полтора-два, два с половиной килограмма. Ну есть, конечно, и угу-гугу, но с этой погодой надежды на их не очень много. Потому мы с Настей делаем довольно-таки грубую. Я делаю довольно-таки грубую. Знаю, что спортсмены скажут, ой, где с такой, что нельзя вообще ловить. Но я делаю фидер 100-120 грамм, жесткий, чтобы им можно везти рыбу куда мне хочется, а не она меня водила. На катушке шнур, что для карпа не очень хорошо. Не очень хорошо, но просто у меня на этих жестких фидерах стоит шнур. Из-за только прудов, ну перематывать леску я как-то не хотел, скажем так, было лень. 0,14 шнур, основной, основной и поводок я ставлю, ну начиная от 0,2. В данный момент у меня поставлен 0,2. Ну 0,24 есть, 2,0,4 есть, если быть совсем точным. Разрывная нагрузка около 4 килограмм. Это на сухую. В принципе, если все нормально, никаких зацепов нет, играешься, можешь где-то килограмм до 7-8 рыбу вытаскивать в чистом месте. В захламленном месте, ну там как повезет. Кормушки подбираем, скажем так, по ситуации. Нельзя так сказать, вот еду, ой, там пруд, там далеко бросать не надо, да там вообще 10 грамм кормушка. Нет, потому что, а вдруг ветер оттуда, сильный школьный ветер, и он боковой, и мне даже вот этих 20 метров бросать, легкая кормушка бы издувать. А в карповой ловле, особенно в карповой ловле, вот эта точечность, все-таки она важна, чтобы мы делаем стол, чтобы на столе рыба стояла. Я смотрю, у меня где-то какие-то дистанции тут на леске, на наш пуле отмечены. О, это надо снимать, потому что, вот еще одна. А вдруг, вдруг, вот особенности, которые, чем карповая ловля вообще отличается от ловли других рыб. Если он что-то почувствует, он может дать такой спринт, спринт метров 30-40, только так. Если у нас где-то за, как мы обычно отмечаем расстояние на клипсу из-за шпульки катушки, если у нас там отмечено расстояние, то карп как побежит, вот поверьте на слово, я вам это не хочу показывать в деле. Не успеете, всегда говорят, ой, да я, чтобы не потерять дистанцию, легче заклипсануть и ловишь. С карпом это не проходит. С лещом, с другой, с любой другой рыбой, да, но с карпом нельзя. Можно делать так, что ставят резинкой, можно просто примерно взять направление, взять силу. Идеально, если есть, вот как здесь, скажем, на воде, есть отражение от противоположного берега. Ты просто видишь, где это. Чтобы быть еще точным, берем такую вещь, как корректор. Обыкновенный кателейский корректор. Вот я нашел, где буду ловить. И просто крашу кусок лески белым. Я теперь точно буду знать место, где у нас закинут, где мы кормили. О, перебросил, да, подтягивая, о, так, вот. Ну вот, одно и то же место, и очень хорошо видно. Также можно монофильное детское делать, но так, ну, те, кто в пополучном спорте, знают, что так на матчевых удилищах отмечают. Пруд от пруда очень сильно отличается. Особенно это касается и, скажем, подхода, темпа, как рыба подходит к кормленным местам. Все зависит и от погоды, конечно, но по прудам и от рельефа пруда. Как вообще, на каком расстоянии от берега скарп держится, в каких местах держится. И где-то первые поклевки могут быть через полчаса, а где-то они могут быть и через час-полтора вообще первые поклевки. Потому что карп, он как бы чувствует все хорошо, но он должен среагировать, пока прийти. Кормим без поводка. Поводок снимаем, ставим в сторону. И первый закорм делаем без поводка, так, чтобы ничего нам не мешало. Вот здесь глубина примерно, ну, я так попробую ловить 16-граммовой кормушкой. Смотрю, ну, метр-полтора где-то может быть будет, как она тонет. Кормить, значит, буду очень легкой прикормкой. Легкой, так, чтобы она... Мне не хочется, чтобы лежала куча прикормки. Мне хочется, чтобы вот стол накрыть, красивый стол, где рыба может подходить со всех сторон. И как бы ходить и собирать вот эти крупные частицы. То, что у нас... Сейчас это наша кукуруза, это наша парыш. Слышь, чуть-чуть-чуть только нажимаем, вот. Так, чтобы долетела и там выгрузилась. Красиво. Так, и где наш беленький? А беленький наш вот. Вот, подтягиваем. И вот тут и выгружаем. Тут и выгружаем. Кормушка, как она погрузилась, мы его дотянули на то место, где у нас... Где мы запланировали ловить. И, ну, можно считать медленно до 10, до 15. Все зависит, как сильно зажимаем прикормку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И тогда вот так вот, такими вот коротким движением. Ну, как бы прикормка уже начала размываться. Мы так, чтобы не размазывать этот прикормочный путь, ну, прикормочный весь стол. Вот так медленно вот. И вот. Особенно шнуру, ну, когда леска, тогда надо, может, чуть сильнее это движение. А так, шнуром вот чуть-чуть, так, чуть-чуть-тык, и выгрузили, как самосвальчик такой небольшой. Значит, скользящая кормушка. Сразу по основному шнуру. Без шок-лидера, без ничего. Леска толстая, ну, шнур толстый, полностью хватит. Ну, тут резиновый шарик, тут силиконовый кембрик, абсолютно без разницы. Главное, чтобы стопорилось, чтобы ветляжок не бился в ветляжок и не перебивал бы вот узел. Тут что-то должно быть между ветляжком и карабинчиком, что-то должно быть. Резиновый, силиконовый, это не так важно. Ну, и, соответственно, поводок сантиметров 50-60. Я начну, наверное, с такой небольшой, ну, или даже наоборот, с большой насадкой. В надежде, что кто-то очень проголодался. Но рыба прыгает. Карп-то там-то, там и прыгает. Так, скажем, пять-шесть опарышей. Ну, и вот одна пол кукуруза. И еще одна пол кукуруза. Я лучше выбираю два таких вот, таких полузерна, вот таких полузерна. Они отрезаны, а тут сочится и больше аромат выходит, чем вот у полностью вот такого вот зерна. Он у основания отрезан, там меньше, от него меньше сока, меньше аромата выходит. Для карпика, особенно для карпиризного карпика, где вблизи больших городов платники, ну, пруды, где живет карпик, он очень капризный. Он не хочет какую-то, любую кукурузу ему подавать, то яркую, то мягкую. Вот так еще заставит нас подумать, что ему дать, что нет. Вот, загружаем, загружаем кормушку уже более сильно, потому что сейчас у нас какой план, что мы уже будем ждать. Если мы, нам не надо ни плотву, ничего, значит мы уже жмем. Там есть стол. Тут при кормке кормушкой мы уже можем позволить себе сжать более сильно, чтобы она вот так со счетом, что 3, 5, 7 минут разгружалась. Спешить нам некуда. Мы привыкли, что там в лещевые, плотвейные ловли мы леску довольно так сильно натягиваем. То в карповой ловле не надо, чтобы кончик удилища чуть-чуть сгибался. Этого не надо. Надо, чтобы просто леска была прямая. Может, будет всего одна поклевка, может, две, кто его знает. И чтобы он ничего подозрительного не почувствовал. Потому что он так, ну, не совсем висящая леска, да, но так, чтобы мы отлично видели. Шнур покажет все, любое малящее движение. Просто леска натянута, но не как струна. О, кто-то там ударил. Или в леску. А, в леску. Тут плотва какая-то. Ее тут тоже хватает. Ну, да, какой же пруд без плотвы, да без карася. Причем мне нравятся вот такие вот держатели. Если вот надо чуть-чуть натянуть леску, то мы просто ее, оп, двигаем там на 5 сантиметров. О, 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 о. Там уже кто-то, там уже какая-то плотвичка, какая-то плотвичка уже решила, что она... А я так хотел без нее, говоритесь. Вот наша первая рыба сегодняшняя. Видно, что пруд. И глинистое дно. Вот такой цвет рыбы. Бледный-бледный. Как студент, который мог учиться. В плавничке еле-еле красненькой. Ну, это такая совсем прудовая рыба, где леса нет, ничего нет. Она там обычно водомутная, и рыба такой расцветкой. А, ну, значит, по крайней мере, плотву наша прикормка заинтересовала. Стояла водя кормушкам минут три. Ну, наполовину, на треть она уже выгрузилась. Потому что тут кормушка дополнительно, какого клея нет, она хорошая. О, чуть-чуть добавляем, чтобы так был интерес какой-то рыбке. Ну, все, и отправляем туда. Ну, уже помним при забросе, что у нас... О, не заклипсовано. А что у нас просто вот... Надо искать береги. Ну, если придет карпик на стол, то плотва пропадет. Это хорошо уже, хороший знак. И вот разница, на что надо было бы соблюдать, особенно, когда мы сидим с теоретической возможностью, что может клюнуть хорошая рыба. Ну, там, три, четыре, пять килограммов карпик. Если мы лещей стараемся ловить, когда уже знаем дистанцию, все, на одном столе с двумя фидерами, тогда с карпом полностью наоборот. Стараемся ловить, кидать, если ловим двумя удочками, их в разные стороны, чтобы на вываживании лески не путались. Ну, карпики очень бегают. И все-таки фидерная. Вот у меня сто-сто двадцать грамм тест фидера. Все хорошо. Вываживать все-все-все. Но... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот что же ты за рыба? Очередная. Очередная флотва. Беленькая-беленькая Беленькая-беленькая Чистенькая, хорошенькая Но это же плотва Сегодня она не твой день Мы будем ладить завтра О, ну наконец-то кто-то Ну на парыш, ты понимаешь На парыш Кто-то взял Кто-то взял Посмотрим Кто это у нас Просто На кукурузу вообще ничего Начал добавить, ставить Тут 13 парыша на крючках О, выходи О, йо-йо-йо О, там уже Твой удочкой Кормушка уже зацепил Молодец Все-таки я Две удочки рядом Это хорошо Но там уже спешить некуда Если он уже там сидит То там только сейчас Дайте пока он устанет Вот это же жесткое удилище Как оно Оно сейчас кажется Совсем не жестким Отменно отрабатывает Ты можешь уже Выкачивать рыбу Даже с силой С силой брать не надо Просто ее тянуть Какая у нас тут рыбка Что это у нас Это парыш Что ты захотел-то Ну показывайся 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 Что ты такой Ну Корпуленций Ох Какой у нас Корпуленций Смотри Какая красавица О Ну Какая красавица Таким можно и на колени Стать Ну Капапай Вот И наш Корпуленций И наш О О Ух ты Рыбулькина Ну красавица Ну красиво И смотри Видишь Как бы там ни было Крючок Снаружи Крючок Снаружи Он где-то там Что-то может быть и пробовал А может быть У кормушки просто был Ну Отдай крючок Отдай крючок Какой Корпуленций У нас Вот такой Три килограмма Три с чем-то Ну красавица Хм 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 Хорош Ну красивый Какой Светленький Хвост Какой Красивый Не надо Через голову Все Что-то Затянуть Видели Сейчас Видели Фрикционка У тебя Свободная Он Он Даже Несравнительно Сейчас Молчит Потому что Не надо Сейчас Рабатывает Рабатывает Ужилищ Рабатывает Очень Хорошо Достаточно Ты уже Здесь Покажи Покажи Личика Забулькин 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 Покажи Личика Ну тоже Не совсем Маленький Нельзя Сказать Что Маленький Зеркальный Что О Да Да Зеркальный Какой Зеркальник Нельзя Личик Личик О О И Он Наш О Да Красивый Зеркальный Карпик Ну вот Смотри Какой Аланас Красивенький Где-то Побился Некрасиво Глубок Самый Ну Такой Подушечку Подушечку Такой О Какой Какой Красавец О Какой Красавец Такой Тебе Тебе Какой Тебе Продолжение следует...